Ни хера себе, прям улот Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья Как вы можете заметить, я сегодня опять на лодочке И сегодня будем заниматься удовольствием Приплыли на первую точку Сейчас будем швырять на солнце Поклевок пока что нет Ну в общем прибыл я на местечко интересное Осталось у меня не так много резины Свежая едет Рабочей пока нету Вот поставил такого налима Сейчас будем пробовать Сейчас будем пробовать Есть! Есть! Убежала что ли? Точно убежала Вот же блин, а! Клюнула на налима и свинетила Ну в общем покатался я немного тут Порисовал карту Зарисовал достаточно большой участок Ну собственно говоря можно немного покидать Потом поехать на берег Смотреть что-нибудь поесть, полежать А то есть сегодня я вообще устал Встал в два На воде был в четыре Время уже двенадцать Пора обедать Таким морить Для пропасти И, 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 в таком Ох, на паузе, схватило, ох, пойдет, ой, 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 ой. Какая бойка. Красотка. Красотка попалась. Красота. 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 вот и все моя хорошая теперь посиди пока приди в себя чуть-чуть вот такая вот девочка клюнула вот на такого вот налима уже прям бесится там сейчас уже можно будет выпускать и скоро вот такой вот налим на паузе воткнула чуть-чуть вниз поплыл и она его даже взвешивать не будем она вроде уже в себя пришла уже вроде стоит сама гулионить пойдешь и ку-ку да да вот молодец торпеда просрал поклевку из-за того что было был под за то что был подрасслаблен фрикцион сейчас просрал поклевку когда щуку вылаживал заслабил фрикцион с болты чок и я подсок сработал фрикцион сейчас ребят проверим еще один пупок который я нашел если случайно следовало заставили ща и она меня навела на такое локальное место которое даже в их холод попробуем найти там такой пятачок буквально 10 на 10 я увидел то что примерно в том направлении сейчас крупная рыба сейчас по карте выставлюсь на этот пупок попробуем обловить есть есть хорошее водку крутит Треха Не в якорь, только не в якорь Какая бойка попала рыба Есть Дома Дома Это крупнее Это крупнее Так Вот Смотрите как Разогнуло тройник Вроде щука то не крупная Такая чуть больше двух кило Сильно тянешь Крючки разгибаются Слабо тянешь Крючок разбалтывается В пасти щука убегает Короче крючки нужны Очень мощные Вот это делать не надо Это очень опасно Такая вот Такая вот Такая вот Трубка Ну это уже Посолиднее Трубка Два 555 Так Ну что Ты уже пришла в себя? А? Тетя Ты готова идти? Ну давайте проверим Пойдешь? Вот Молодец Все Ушла Прилег в тенечке полежать Отдохнуть немного Сейчас Сейчас наверное приедет Товарищ Надо будет его забрать И съездить Поймать пару хороших щукарей Так ребят Ну все Алексей я забрал Сейчас быстренько летим на точку В путь Валим восьмерку И будем все счастливы Ух Ух Скорее Ух 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 Коляди Скорее Скорее Ух Как Как Ух 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 ну давай тетенька за сандаль я думаю что чуть-чуть поближе к берегу когда мы сместимся там прям будет раздача потому что там вообще я сегодня не шерстил красавчик вот это была подача она меня чуть месяц с удочкой из лодки не выкинула у меня вот такая вот система оп все сейчас надо ее быстренько от крючков освободить чтоб она сама себя не поранила тетенька стой как она встандалила я чуть не наложил штаны что пароль 1-9-8-8 стоять стоять зорька береги глаз свой перчатка 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 трендит? не, меньше чуть-чуть поменьше красавица красавица вот молодец умница умница себя покровит постоит себя придет и можно будет отпускать у самой лодки чумовая ровна бедный бедный налим есть здесь вот такой налим весь уже вот такой просто избитый это за сегодня это наверное где-то в районе 3 может 2700 такая красавица запись идет так давай трешка дульник раз сейчас я ехал красавчик аккуратненько ух бодается хорошо может трюльник или четверка трешка ой слушает даже может быть пятак рассматрив хорошая хорошая я почти готов она не готова да не знаю что подкачивать подольше активный я тебе перчатку дам не боюсь давай нет майка гражданс ну трешка есть трешка есть давай давай тебе дам инструмент выпала она нет телефон давай щуку в подсак 375 рыбки должны жить так можно я шмальну вон туда есть нет вываживания непонятно башкой 37 вот это кило 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 200 давай я не снимаю водкой там очень страшные тройники поэтому давай каи сам аккуратно лёг бросай бросай просто бросать скайпа болтается там сейчас корни там ну наверно кило 100 да давай каи я вот так допустим подсак тема вообще ни разу не пожалел что купил подсак такой прям вот ну понятно но слушай ну в него залезет девятка пердячим паром но она залезет сюда акушок если акушок то хороший слушай щука слушай ну мальчик не мальчик является прикольно слушай ну мальчик не мальчик килограмм больше даже больше поводил такой фуал короче говоря проводил я алексея приехал уже на место выбраны изначально для того чтобы поставить палатку сейчас по быстренькому ставлю палатку завариваю себе чаек дошик и ложусь спать руки после целого дня рыбалки на такие большие приманки у меня побаливают не буду хорохориться честно побаливают причем побаливают из-за того что сильно подсекал потому что удилище жесткое и когда подсекаешь что как бы ну немножко подтягиваются мышцы потому что не ожидаешь такое сопротивление сразу и подтягиваются мышцы значит рыба та которая хотелось бы чтобы клюнула она не клюнула но самый крупный вес за сегодня у меня был где-то в районе 3 килограммов у алексея 3200 значит по приманкам ну что тут сказать ребят я сегодня целый день отловился на налима то есть сегодня щуки жрали налима вот они его хотели они его лопали ну собственно говоря вот так у меня заряжается камера вот для тяжелезо-фосфатного аккумулятора от компании Титанат на который у меня есть для моих подписчиков промокод моя фамилия Зуев которая дает пять процентов скидку на приобретение такого аккумулятора а если учесть его стоимость то пять процентов это достаточно много так что ребята проходите внизу по ссылке и пользуйтесь поставил вот такую вот маленькую горелку еще у меня тут разогревается ну и сейчас забабахаю наверное такую хреную знаю что вредно но силы нету готовить вообще пару огурцов сваргайна тут ну и будем отключаться доброе утро ребят время третий час короче проснулся в будильнику так толком особо не отдохнул сейчас надо будет побыстренько ему перекусить скидать все барахло в лодку и уже отправляться на точку рыбалки итак финальное приготовление сделано лодка собрана палатка собрана выдвигаемся на место рыбалки впереди у нас несколько часов утренней ловли надеюсь что нам повезет и красивый будет пойман то вот 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 он ух бежал поклёвка была какая кошмар Продолжение следует... 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 интересная ситуация сегодня с утра приехал сначала встал на глубину то есть глубина где-то 4 метра начал облавливать с джерком рапала супер шедов рэп 16 под форельку кидал 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 и на очередном забросе такая поклевочка прям у меня такие спокойные джерки раз 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 прям подсек и все и убежала но там был там была хорошая щука там прям реально зачетная рыба была потом переставился чуть помельче еще одна поклевка была но уже послабже поклевочка такая вот на уровне той рыбки который вот я поймал ну и все в общем пробовал сегодня на налима но вот на этого саложгировского но на него вообще поклевок не было не знаю с чем это связано может быть то что как бы с утра рыбу надо там не раздраконивать то что джерк дает такие там колебания которые может быть более сильно раздражает рыбу не знаю с чем это связано надо очень много рыбалок этому посвятить чтобы найти ответы на все вопросы рыбалка прошла вполне успешно у меня очень сильно болят руки в том плане то что я замучился тягать гирю с 1 водоема также замучился дергать джерки короче говоря мышцы сейчас ноют не знаю как я буду складывать мотор и лодку но как-то может быть потихонечку все это дело сделать рыбалочку эту сегодняшнюю я заканчиваю и еду домой всем не хвастанье чешуи крепкого здоровья и увидимся ребят следующих видосах а